МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Мы живем в эпоху беспрецедентных решений и политических лабиринтов. Порой простому человеку не разобраться во всем, что произносится с высоких трибун. Вот такие телевизионные встречи позволяют, что говорится, услышать из первых уст настоящую оценку происходящему. У нас в гостях председатель партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаны. Здравствуйте! Добрый вечер! Наш разговор, я предлагаю начать с событий, которые все сегодня обсуждают, события в нашей стране, а именно обсудить последнее решение Конституционного суда относительно того, как Конституционный суд трактует ситуацию, вызванную отказом главы государства подписывать декрет о назначении Евгения Стурзы, министром обороны. Конституционный суд постановил, что президент не предоставил ясных, четких аргументов, доказательств своей правоты. И Конституционный суд постановил, что теперь это должен будет сделать премьер-министр, назначить Евгения Стурзу, ну и, видимо, еще и принять присягу у этого новоиспеченного таким образом министра обороны. Вот ваш комментарий, что все-таки происходит и как оценивать это все? Вы знаете, я думаю, что оценку давать такой ситуации даже очень сложно, потому что в нормальных условиях, в демократической стране, такое вообще по сути не может произойти. Потому что наш Конституционный суд, оказывается, свалил на себя не роль интерпретации Конституции, разъяснения Конституции, а взял на себя ответственность создавать новые нормы, новые конституционные нормы. То, что по сути не может быть. То есть он подменяет своими решениями основной закон страны? Конечно. И он своим решением, Конституционный суд, не сделал ничего другого, как и использовал Конституцию для узурпации власти. Это по-другому, я даже не знаю, как квалифицировать, чтобы было объясниться вот как кем-то очень простым и доступным языком. И действие Конституционного суда, это в угоду правящей партии, праве партии демократов. Потому что, и они говорят, что они не политически ангажированы. Даже очень политически ангажированы, потому что все действия, которые они предпринимали до сих пор, они предпринимали в угоду и по настоянию правящей партии, партии, демократической партии. Поэтому это не что иное, как узурпация власти. Президент есть, жив-здоров, на месте, исполняет свои обязанности. Мало того, что до вступления в должность президента они через парламентские законы урезали полномочия президента, то что по сути не может быть такого. Но они еще и сейчас лишают президента. Видите ли, президенту не понравилась кандидатура министра обороны. Тогда по их логике вещей вообще президент не должен назначать своим указом ни одного министра, ни одного руководителя. А как такое может быть? Они что, ликвидировали институт президента? Они изменили конституцию? Кто им дал такое право? Получается, они видят в лице президента статиста их решений? Так было до сих пор, до избрания президентом Игоря Николаевича Дадона. Так было. Так им очень комфортабельно. И предыдущий президент был для них мягкой подушкой. Им хорошо спалось и делалось то, что им хотелось. Конечно, после того, как народ избрал сильного лидера, конечно, они пытаются всячески защитить себя, потому что понимают, что их рейтинги, партийные рейтинги этой правящей партии падают, а иначе быть не может. Как они не будут падать? Потому что в таком составе это парламентское большинство никто не избирал в 2014 году. Народ совсем за другие партии проголосовал. В парламенте появились партии, за которые вообще народ не... Не партия, а какие-то фракции, за которые группы политические, за которые вообще народ не голосовал, вот как проевропейская партия руководима и бывшим премьером Лянг. Или кто голосовал за демократов в таком составе? За них голосовали, у них было 19 мандатов, когда вошли в парламент. А сейчас посмотрите. А сейчас 41 мандат. Откуда? Я не взялся. 41 мандат. Каким образом? Это легитимно? Это не узурпация власти? Самая прямая узурпация власти. Поэтому мы уже говорили по этому поводу. Партия социалистов высказалась. Было и высказывание фракции социалистов в парламенте. Однозначно это нельзя квалифицировать иначе, как узурпацию власти. И кроме того, этот парламент не Лидия Тимина. И, конечно, мы выступаем за то, что этот парламент надо распустить. А они боятся как огня этого. Поэтому мы боялись, Конституционный суд отказал президенту в проведении консультативного референдума. Чего вы боитесь? Консультативный референдум. Давайте посмотрим, что народ говорит. Это самый лучший соцопрос. Это самый лучший соцопрос. Но они побоялись, потому что они знают, что народ будет выскажаться так, как считает нужным, а не так, как хочет нынешняя власть. Но я хочу сказать, что весь народ всю страну под свой каблок собственный нельзя поставить. Народ-то у нас мудрый, все равно понимает вещи. Поэтому мы и выступили с теми инициативами, которыми мы выступили. И выступили в поддержку инициатив президента, с которыми он выступил. И президент, по-моему, сказал довольно жестко, что творит после 17 октября. А после сегодняшнего решения это вообще ни на что не похоже. Буквально накануне глава государства выступил с обращением, с призывом к нации. Президент отметил, что единственный выход из сложившейся ситуации – это досрочные выборы и переход к формированию президентской республики. Поддержите ли вы главу государства и в этом мнении? И как вы видите разрешение противостояния между президентом с одной стороны и парламентским большинством с другой? Разрешение всех этих проблем в Молдове должна быть вертикаль власти. Именно поэтому мы вышли с инициативой 24 сентября, когда проводили эти общенародные митинги, где было достаточно большое количество людей, которые все сказали, мы готовы идти собирать подписи за президентскую республику. Я думаю, что мы к этому придем, и народ подпишется под этим нашим обращением. Это политическая акция партии социалистов, мы будем проводить это своего рода подтверждение тому, что показывает социологический опрос. Пойдем в каждый дом, мы уже начали сбор подписей, будем собирать эти подписи, соберем до определенного времени, соберем достаточное количество подписей, скажем, 70% от тех, кто участвует в выборах. Я думаю, что это будет в политической программе, платформе партии на следующих парламентских выборах. Мы же все равно, а это инициатива президента, мы ее будем поддерживать. Почему народ хочет? Потому что народ видит, что нынешние власти, даже та правящая коалиция или не коалиция, сейчас уже нельзя говорить про коалицию, потому что все они под каблуком у демократической партии. Все остальные, которые вроде бы с ними в коалиции. Какая же там коалиция? Ну, это видимость, мне кажется, потому что все равно... Это видимость, и это видно. Все они как машина для голосования в парламенте, и даже когда реальные вещи, которые подсказываешь, говоришь, что нельзя так делать, они же прекрасно понимают. Но им так приказали, они так и делают все. То есть без каких-либо расчетов, чем это в будущем аукнется? Не столько лично для них, а сколько для страны. Не волнует их страна, не волнует их народ, их волнует собственный интерес, даже не партийный. Ну вот, к слову, 16 октября партия социалистов начала собирать, да, сбор подписей и переходу, то есть с призывом к переходу президентской республики. Вы часто бываете на местах, вы видите, как это происходит. Вот градус настроения сегодняшнего, сегодняшний градус настроения наших с вами сограждан. Вот чувствуете, о чем думают? Накал очень большой. Люди что говорят, говорят напрямую. Давайте сметать их, убирайте этих из власти. Нам всем надоело находиться под ихним каблуком. Давайте делать что-то, давайте мы их будем убирать. Мы все пойдем, мы будем подписываться, мы пойдем голосовать, ну, как можно быстрее. Народ хочет досрочных выборов. Это настроение очень хорошо чувствуется. И не думайте, что это я, как руководитель партии, езжу и встречаюсь только с нашими партийцами. Мы же все ведем и прием граждан в территории. Мы встречаемся с простыми людьми. Вот у простых людей именно такое настроение. Быстрее убирайте их из власти, иначе останемся без страны. О идее президентской республики, как оценивают граждане? Вы знаете, даже вот то, что мое ощущение, они все поддерживают. Я думаю, что мы соберем максимальное количество подписей, и народ поддержит эту идею. А социологические опросы уже сегодня показывают, что более 70% населения за президентскую республику. Народ хочет сильного лидера, который возьмет на себя ответственность, будет отвечать за страну, за безопасность страны, будет отвечать за то, что в стране порядок. И народ будет иметь... А для чего народа избирает президента? Он хочет видеть лидера, который приведет страну к хорошей жизни. Простых людей им нужно, чтобы был мир, чтобы дети были накормлены, чтобы старики пожилые имели достойную пенсию, чтобы могли ходить в школу, в садик, в больницу обращаться к врачу, и у всех была альтернатива, куда обратиться. Народ хочет спокойствия, и чтобы чувствовали себя в безопасности, чтобы могли спокойно идти по улице, чтобы бизнес развивался. Вот чего хочет бизнес? Бизнес доходит до того, что просто люди говорят, да ничего, мы не хотим взять трон от правительства. Мы хотим, чтобы нам не мешали. Дайте нам работать. А можно же создавать, если хороший опыт, можно создавать хорошие условия. Даже рабочие места новые, прежде всего. И рабочие, конечно. Но экономику страны надо переориентировать. У нас же сегодня какая экономика? Которая базируется на импорте, на деньги, которые приходят от наших трудовых мигрантов, и на потребление. Вот наша экономика на чем базируется. То есть деньги, приходящие из-за рубежа, идут на оплату продуктов, которые приходят опять же из-за рубежа. Нам же надо экономику переориентировать. Мы еще в 2014 году, когда шли на выборы, составили эту нашу программу социально-экономического развития, в которой очень четко сказана экономика. Причем мы взяли анализ весь с 89-го года. Так мы даже на уровне 60% сегодня не находимся к 89-му году по экономическому развитию. О чем мы говорим? Все республики ушли вперед. Надо экономику переориентировать от экономики потребления на экономику, которую будет производить и экспортировать. Нам рынки экспорта нужны. Что мы получили после подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом? Потеряли полностью российский рынок, рынок практически СНГ потеряли. А приобрели ли мы рынок Европейского Союза? Согласно последним заявлениям, смотрите, говорят о том, что выросло чуть ли не вдвое, будем так говорить. Вдвое выросли экспорты на российский рынок наших отечественных продуктов, сельхозпродуктов, которые производим мы. Это не довальческое сырье. Это наши фрукты, это наши овощи, виноград, вино, которое производится тут, в Молдове, и экспортируется в Российскую Федерацию, выросло в несколько раз в этом году, даже по сравнению с прошлым годом, даже по сравнению с уровнем до 2014 года, до подписания соглашения об ассоциации свободной торговли с Европейским Союзом. Благодаря усилиям, которые предпринимает президент. Благодаря тем договоренностям, которые имеет президент Молдова с президентом Российской Федерации. Да, это какие-то такие рамочные договоренности для определенного круга предприятий. Но надо, мы хотим, чтобы все свободно экспортировали. Но до подписания этого соглашения об ассоциации с Евросоюзом надо было садиться и о свободной торговле садиться и договариваться в трехстороннем порядке. Молдова, Россия и Европейский Союз. Потому что Россия, хотим мы не хотим, это наши основные экономические партнеры. Насколько я знаю, Россия предлагала, и Евросоюз вроде бы так и не возражал. Но почему-то мы пошли каким-то своим путем. Потому что власть, которая пришла в 2009 году, так называемая проевропейская власть, принимала абсолютно политические решения в своих интересах. И никак не думала о экономических последствиях. Нам в первую очередь надо думать, как экономически развивать страну. И они слепо подписали это соглашение, даже никто не читал. И я совершенно уверена, не то, что мы в партии, которые находились в оппозиции, оппозиционные депутаты не видели этого проекта, соглашение не было опубликовано. Граждане также не имели доступ. Так с народом не проконсультировались. Кто же принял решение? Кучка депутатов, которые подумали, что они осчастливят Молдову. И я думаю, что даже те европейские структуры, Европейский союз, который поддерживал и говорил о Молдове как по истории успеха. Где эта история успеха? Народ почувствовал ту историю успеха? Да, они посадили страну на внешнюю иглу финансирования. По-другому не скажешь. Потому что сегодня 30% объема бюджета — это внешнее финансирование. А это внешнее финансирование идет не на что иное, как на текущее потребление. И сейчас Евросоюз, вот приходит, парламент пришел, еще мы не обсуждали даже в комиссии, проект бюджета. Проект уточнения бюджета на этот год, где там видно, что больше половины того внешнего финансирования, которое было предусмотрено, оно не придет. Даже 70% в этом году. И они урезают. А это же было обещание на какие-то расходы. Под это же производились какие-то уже контракты. И что получилось? Пострадают, как всегда, наверное, социальные программы. Пострадают социальные программы. И не только социальные программы. Поэтому, и, конечно, те, которые дают деньги и диктуют. Но я думаю, что сегодня и Европейские союзы, и другие международные структуры уже будут более разборчиво к этому относиться. Молдове нужны деньги. Я уверена, что нам нужны внешние кредиты, гранты. Но они должны иметь... Я каждый раз в парламенте, когда ратифицируются такие соглашения, особенно кредитные, я говорю, напишите четкое предназначение, для чего должны использоваться эти деньги. Не пишите просто на финансовую поддержку бюджета. Так это же проедание. А это же надо возвращать. Деньги должны идти в экономику. Это понятно. Да, безусловно. Ну, вот тогда еще такой вопрос. Желание демократов вписать в нашу Конституцию такую жесткую установку, что у нас, в нашей стране, проевропейский путь развития. И что это даст? Они повесили европейские... Наверное, как в той истории. Знаете, халва, халва, халва. Ну, вот я говорила с некоторыми европейскими послами, которые у нас тут аккредитованы. От того, что они повесили флаг Европейского Союза на всех учреждениях, в том числе на тех, ну, как их назвать, учреждениях, пенитенциарных учреждениях. От этого мы не сдвинулись дальше. От этого реформа в юстиции не стала лучше. От этого мы не провели те реформы, которые нужны молдавскому обществу. Мы что сделали? После подписания, по-моему, уже об этом говорили, было и даже в ваших передачах, я смотрела, после подписания этого соглашения об ассоциации с Европейским Союзом украли 1 миллиард из банковской системы. Я думаю, что этот миллиард намного больше вырастет, потому что его свалили на плечи государства. Это означает на плечи обыкновенных людей. Что означает это? Мы от того, что впишем в Конституцию, изменится ситуация, изменится ситуация, когда у власти будут государственники, когда люди будут защищать ни европейский вектор, ни другой, ни восточный, ни западный вектор, когда будут защищать вектор Молдовы. Я сто раз говорила, и каждому говорю, и на каждой встрече с избирателями тоже говорю. Уважаемые граждане, вы должны понять одно. В нашем доме, который называется Молдова, никто из другой страны, ни из Европейского Союза, либо из другой страны, не придет, не наведет нам порядок, если мы к этому не придем. А если власти находятся так же, как в том конституционном суде, чтобы мы не возвращались сто раз к ним, конечно, они приняли такое решение. А они граждане какой страны? А они конституции какой страны присягали? Вопрос, на который весьма интересует. Потому что если у них двойное гражданство, почему мы вышли с этой инициативы, и президент вышел с этой инициативы? Да, у нас двойное гражданство. Но давайте мы изменим это положение, что касается депутатов, что касается членов правительства, что касается судей, и что касается тем более судей конституционного суда. Как можешь защищать конституцию Молдовы, если ты присягал, наверное, на другой конституции? Ну вот объясните мне как. Чьи же они граждане? Конечно, они не будут, им неинтересно защищать интересы Молдовы. Конечно, они делают все возможное, чтобы угодить власти и как можно быстрее ликвидировать республику Молдову. Потому что это действительно есть такая опасность. То, что делается сегодня, это вообще. Противостояние своей деятельности встречает сегодня не только президент, сталкиваясь с решениями парламентского большинства, но и партия социалистов. Сначала новая парламентская сессия. Законопроекты, которые выдвигает ваша партия, в том числе очень важные, социально ориентированные законопроекты, парламентское большинство категорически не поддерживает. Почему это происходит? Даже на прошлой неделе это было. Я не была, к сожалению, на этом заседании парламента, потому что была в командировке. Но даже на прошлой неделе все наши законопроекты, которые очень нужны нашему обществу, они просто все их отвергли. Все эти законопроекты. Происходит... Почему? Потому что такое получили указание. Все, что исходит от социалистов, ничего не поддерживают. Тупо даже, извините за такое выражение, даже не читают. Я понимаю, накипела. Да, даже не читают. Но происходит другое. Они же видят, что там есть хорошие идеи. И особенно сейчас в преддверии, потому что следующий год все равно, это год выборов, годы избирательной кампании. И все равно они готовятся и готовят какие-то и в том числе и социальные проекты. И, знаете, есть много таких законопроектов, которые они берут наши идеи, наши отвергли, потом правительство приходит практически. То есть получается такой политический плагиат. Да, я им сказала. Мы же это все прекрасно понимаем. Но если вы даже это все переписали от нас, я... Фракция наша проголосует, потому что это в интересах общества. Мне не интересует ваш рейтинг политический, что это вы сделали. Была наша идея. Вы ее переняли. Мы за нее проголосовали, потому что от этого выиграют люди. И мы голосуем за такие проекты. Да, мы говорим им, объясняем им об этом. Другое, когда они приходят, и любой проект, который представляет парламент, начинает в соответствии с положениями об европейской интеграции, я говорю, закройте вот ваш талмуд и расскажите своими словами, что это такое. И убедите меня, что я должна проголосовать за этот проект. Вы знаете, вот приходит замминистра, который ничего не может сказать, что там написано. Потому что он должен убедить меня, как депутата, что я проголосовал. Он не может меня убедить. Он говорит, вот есть консультант, вам объяснит советник какой-то, вам объяснит. Оказывается, советник этот от Европейского Союза написал этот проект закона. Наши идут его продвигать. Слепо пытаются продвинуть, подписать. Нужно это нам. Это в наших интересах. Вот они же должны приходить. Я же знаю, я же сама ходила в парламент, убеждала, убивала по очереди каждого депутата. Простите за такую метафору. Но это действительно, надо было работать с каждым депутатом. И парламент не был машиной для голосования. Потому что ходили, убеждали. Да, где-то, может быть, на повышенных тонах, но всегда нужно знать, что отстаиваешь. А если приходишь, и просто тебе написали этот проект закона, а потом, а Европейские Союзы, европейцам говорят. А потом вы хотите исполнение. Как они будут исполнять? Потому что они понятия не имеют, что в том законе написано. Как он будет исполняться? Видимо, решают, что их помощники, которые делегированы сюда от Евросоюза, будут выполнять решения. Так, а кто руководит в таком случае страной? Получается, удаленно. Зимна Петровна, вот немного отойдем от темы нашей парламентской жизни. Вы были в командировке, вы как раз упомянули об этом. Были в северной столице России на 137-й ассамблее межпарламентского союза. Вот если можно поподробнее, какие решения и принимались на полях ассамблеи, какие проходили встречи, с кем удалось поговорить. Вот немного раскроем скобки вот этой командировки. Вы знаете, во-первых, я руковожу молдавской делегацией в этом межпарламентском союзе в Санкт-Петербурге. Эта ассамблея межпарламентского союза проходит два раза в год. 137-я вот это как раз была, потому что один раз проходит в Женеве, другой раз проходит в какой-то другой стране. На этот раз вот была выбрана Российская Федерация, Санкт-Петербург. Хотя надо отметить, что наш парламент не разрешил нашей делегации в полном составе участвовать. Да и мне не разрешил, потому что я поехала по собственному усмотрению. Статус этой организации не устраивает наш парламент? Да, я не знаю, что не устраивает. Пояснений не было в отказе. Двух с ними. Я все равно как руководитель делегации поехала не за счет парламента, чтобы было понятно на эту ассамблею, и не могла не поехать. Конечно, и представляла, выступила на пленарном заседании со своей речью. Вопрос пленарного заседания, потому что на каждом пленарном заседании есть одна тема, которая обсуждается. В Женеве была два года назад, это были беженцы из Северной Африки и Азии. На этот раз обсуждались вопросы межэтнического, межкультурного диалога, межрелигиозного, как обеспечить мир, потому что очень много межэтнических конфликтов. Я хочу сказать, что по этой теме выступили. Присутствовали, кстати, в Петербурге членов этого межпарламентского союза до Петербургской ассамблеи. Было 176 стран. Сейчас приняли еще 3 страны, в том числе и Туркменистан. Мы недавно там были. И была сама председатель парламента из Туркменистана. Уже 176. В Петербурге за всю историю, вот 128 лет это и межпарламентскому союзу, за всю историю в Петербурге было самое высокое участие в самое большее количество стран. 156 стран участвовало, 2400 делегатов. Это все парламентарии из 156 стран. В том числе 96 председателей парламента лично возглавляли делегации. Не от того, что они являются руководителями, а от того, что они просто, как председатели парламента, приехали на эту ассамблею для того, чтобы выступить перед всем миром. Чем вызван такой интерес именно к этой 137-й ассамблее? Я думаю, что интерес вызван именно то, что ассамблея проводилась именно в Российской Федерации. Ну, Санкт-Петербург, конечно, все хотят и посмотреть, но интерес вызван положением Российской Федерации, положением лидера России, президента Владимира Владимировича Путина, потому что он сам приветствовал, приезжал в Санкт-Петербург и приветствовал, был на открытии ассамблеи. Был и председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин, был и председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. То есть уровень был очень высокий, и причем и председатель Государственной Думы, и председатель Совета Федерации были на протяжении всего периода ассамблеи. Ассамблея проходила с 14 по 18 октября, они весь этот период были на полях этой ассамблеи, очень много встреч со всеми делегациями. Я думаю, что все делегации из всех 156 стран встречались с российской делегацией. То есть очень насыщенный такой график был, было еще пленарное заседание женщин-парламентариев, тоже очень такие бурные обсуждения. Я являюсь членом комитета по финансам и экономическому развитию, потому что ассамблея имеет, межпарламентский союз имеет и отдельные комитеты. Я в прошлом году была избрана членом этого комитета по финансам и экономическому развитию, промышленности. Тоже очень интересные обсуждения, обсуждения в рамках комитета Байлогия, что касается экологической опасности и многим другим вопросам устойчивого развития других ресурсов, альтернативных ресурсов энергообеспечения. То есть темы очень интересные, и кроме того еще использование достижений науки для здравоохранения. Очень интересно, что предпринимают другие страны. Конечно, обсуждения были довольно бурные и интересные, потому что опыт разный у стран. Выступления были очень, даже в пленарном заседании, очень такие интересные, потому что выступали депутаты из Великобритании, выступали из Северной Америки, из Латинской Америки, выступали страны бывшего Советского Союза, которые имели выступление, причем очень разные, но всех беспокоит, как обеспечить мир, как договариваться. И вот Владимир Владимирович Путин, когда выступал на открытии, он сказал, что несмотря ни на какие санкции, никакие санкции ничему не помогут, если не договариваться. И вот Ваш Союз, такая площадка парламентария всего мира, должна помочь и способствовать договариваться. И он говорит, несмотря ни на какие санкции, мы разрешили абсолютно, даже если есть между странами какие-то санкции, абсолютно парламентариям всех стран по совершенно упрощенной схеме приехать в Санкт-Петербург. Ну, как аплодировали Владимиру Владимировичу, я даже не могу это рассказать, потому что видно было сразу, какая поддержка парламентария всего мира. И какой авторитет. И какой авторитет. Поэтому роли России на мировом уровне, это однозначно и объясняет такое участие самое высокое за всю историю этого межпарламентского союза. Я была и в Женеве, но не было такого. Несопоставимо. Я понимаю. Зинаи Петровна, я знаю, что во время дебатов вы сами выступали с достаточно ярким докладом, в котором отметили важность сохранения молдавского языка. Связано ли это с тем, что одновременно происходило обращение в Конституционный суд, тот самый, который мы с вами уже обсудили, группа депутатов, которые требуют пересмотреть название нашего государственного языка с синтагма молдавская, перевести на синтагму румынский язык. Вот с чем, по-вашему, связана вот эта идея, вот эта атака, ну, как мне кажется, не только на язык, а на государственность нашу? И каково отношение ваше к этому? Я, это не случайно появилось в моем выступлении, потому что это было и в качестве обращения к Межпарламентскому союзу, обратить внимание на то, что творит какое-то 10-процентное правящая коалиция, которая представляет не более 10% народа с нашим родным языком, который является очень древним языком, уже почти что 700 лет мы говорим, и хотят лишить этого языка. Почему? Потому что у власти находятся те, которые хотят ликвидировать Республику Молдову, и им почему нужно сделать так? Нет языка, нет народа, нет народа, нет страны. Схема очень простая, которые работают, и они очень последовательно в этом направлении работают. Поэтому я прямо-таки обратилась к Межпарламентскому союзу, смотрите, в Молдове у нас есть такая проблема, которую нужно защитить, и если нужно будет, мы будем писать это. Все материалы там фиксируются, абсолютно все выступления есть, и они будут в папках все по результатам работы этой 137-й ассамблеи. Поэтому я об этом сказала очень открыто, и вы же знаете, возвращение молдавского языка, сохранение молдавского языка есть в нашей политической платформе партии. Это записано, и история Молдовы, и история Румын, это тоже у нас записано. Мы это будем всегда отстаивать, потому что мы выступаем за наше государство, за Республику Молдова. Ну и, конечно, я отметила и наш конфликт, который возник, так называемый межэтнический конфликт в Приднестровье. И поблагодарила, если хотите, с этой трибуны Владимира Владимировича Путина, который на встрече с Игорем Николаевичем в Сочи отметил, что будет оказывать всяческое содействие о скорейшем разрешении вот этого Приднестровского конфликта. Да, нужно двигаться последовательно, но вы знаете, что мы всегда выступаем за объединение Республики Молдова, будем поддерживать все инициативы президента, которые делает очень много, ни один из президентов вот столько не делал для объединения страны. У нас есть концепции объединения страны. Мы понимаем, что прошло уже достаточно много времени, и, конечно, будем последовательно в этом отношении. Ну и, конечно, сказала и о хорошем опыте, который в разрешении такого межэтнического конфликта есть у нас в Молдове, Гагаузе. И даже Совет Европы признал гагаузский опыт как один из самых положительных опытов в разрешении такого межэтнического конфликта. Поблагодарила, если хотите, с той трибуны и Российскую Федерацию, и Турцию за оказание всяческой поддержки в развитии гагаузской автономии. Это очень важно, потому что, говоришь, там встречаются парламентарии, говорят открыто, все говорят, что думают. И в том числе и сирийцы, и арабы, и палестинцы, и Израиль, и все вместе обсуждают. Да, где-то очень бурно, особенно в последний день. Но это же парламентское обсуждение, поэтому вот такое нужно делать. И когда вот такие очень важные вопросы обсуждаются, страны слышат друг друга. Может быть, услышат и те большие страны, которые как-то относятся к маленьким странам, ну так, как... Как расходному материалу. Как расходному материалу, но все должны понимать, что любой народ, потому что есть страны, у которых всего население 300 тысяч. Ну это страна самостоятельная. Так вот признанная. Признанная. Поэтому в любом случае мы должны уважительно относиться ко всему этому. Я сказала в своем выступлении. Мы должны понимать, что главное не национальность, не этнос, к которому принадлежишь, не религия, к которой исповедуешь. Главное это человек. Самое главное, чтобы мы уважали друг друга как человеки, как люди. Зина Петровна, я знаю, что накануне ассамблеи вы встретились в Санкт-Петербурге и с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Вот если можно, о чем говорили, какие темы удалось обсудить, какие планы удалось построить на ближайшее будущее? Ну, во-первых, мы договаривались заранее о встрече с Вячеславом Викторовичем, потому что это было необходимо. Просто, ну, всегда люди все заняты. И Вячеслав Викторович прилетел из Сочи. Первая встреча вот у нас состоялась. Мы раньше имели встречи вместе с Игорем Николаевичем тоже, но обсуждали вопросы, которые сегодня самые насущные. Как наладить те экономические связи, которые разорвались совершенно искусственными нынешними властями? Как помочь экономическим агентам, чтобы... Потому что наша продукция там востребована в Российской Федерации. И я даже почувствовала на ассамблее, люди говорили, даже парламентарии из Государственной Думы говорили, вы знаете, на наших рынках уже есть ваши овощи, есть ваши фрукты, мы знаем, где купить ваше вино. И мне это было даже гордость за свою страну. И они говорят, что да, мы должны налаживать эти отношения. А почему их надо было ломать? Мы же все прекрасно понимали, что Россия — это наш стратегический партнер. Не от того, что у партии социалистов это записано, и в политической программе, а от того, что это действительно сложилось веками. И какие бы временные политики ни приходили, не удастся им это поломать. Ну, просто не удастся. Поэтому мы обсуждали эти вопросы, мы обсуждали вопросы межпарламентского содействия, потому что я руковожу группой дружбы с Российской Федерацией в нашем парламенте. На встрече присутствовал и руководитель группы дружбы с Государственной Думой Петр Олегович Толстой. Он, кстати, прямой потомок графа Толстого. То есть тоже граф. Да, тоже граф. Мы договорились, что в ноябре месяце, скорее всего, проведем вот эту совместную встречу наших групп дружбы. Я хочу сказать, что в Молдавском парламенте у нас самая большая группа дружбы, это с Российской Федерацией 55 человек. Это пол парламента. Это больше половины парламента, причем есть представители от всех фракций, даже и от нынешних. Поэтому мы будем работать в этом направлении. И, конечно, что касается защиты наших трудовых мигрантов, потому что из миллиона человек, более миллиона, которые находятся за границей, где-то 700 тысяч находятся в Российской Федерации. Пусть даже по официальным данным это 520 тысяч, но это тоже очень много. Поэтому как им обеспечить, чтобы они себя там комфортно чувствовали, это обсуждал и Игорь Николаевич, президент с Владимиром Владимировичем Путиным. И, конечно, и Государственная Дума Российской Федерации поддерживает вот эти все инициативы президента в обоих стран. Мы обсуждали все эти вопросы. И сотрудничество. Конечно, мы имеем подписанное соглашение о сотрудничестве с Справедливой Россией, с фракцией Справедливая Россия. Вы знаете, что межпартийное соглашение у нас с Единой Россией и Справедливой Россией. Поэтому вот такое сотрудничество будем обсуждать. Но с Вячеславом Викторовичем мы обсуждали именно эти парламентские и экономические вопросы. Потому что и экономические, и из этого исходят и социальное сотрудничество, и гуманитарное сотрудничество в области, и образование, и здравоохранение. Есть чему поучиться. Планируете встречи в рамках межпарламентской группы дружбы? Ну да, конечно. Обязательно. То есть общая работа будет? Да, работа будет продолжаться. Я должна вести эту работу. Это моя прямая обязанность. Предлагаю сейчас вернуться к проблемам нашей страны. И более того, к проблеме столицы. Партия социалистов активно вступила в кампанию по подготовке к референдуму подставки столичного гранначальника, который всего в эти дни находится под домашним арестом. Вот расскажите, как проходит подготовка к плебисциту? Как реагирует на это все кишиневцы? Технически у нас создан наш партийный городской штаб. Я присутствую на каждом заседании этого штаба. Мы создали и мобильные группы, которые работают. Но самое главное это то, что весь наш партийный актив, и, думаю, и те, которые нас поддерживают, очень активно включились в общение с людьми. Там, где больше людей, там, где можно встретиться с людьми. И, конечно, из дома в дом поговорить с людьми, спросить их, довольны ли они жизнью в Кишиневе? Довольны ли они, что творится сегодня, как благоустроен Кишинев? Потому что Кишинев даже не похож, простите меня, когда-то эта гордость была белой, наш белый город из камня. Цветок из камня. Цветок из камня. А во что превратился, в какой хаос сегодня превратился город? По улицам невозможно ни пройтись, ни проехаться. Поэтому я думаю, что кишиневцам явно это полностью все надоело, и люди выйдут на референдум. Потому что референдум, кстати, многие думают, что это уже выбор примара. И приходится объяснять, что это только первый этап, когда можно этого примара, городоначальника, который унионистый разрушил город, надо уже призвать к порядку и выбрать настоящего городоначальника. Потому что успешное проведение референдума, это означает досрочные выборы мэра Кишинева. Досрочные выборы мэра Кишинева, значит, у любой партии, потому что некоторые там что-то объявляют, что тут не политикой надо заниматься, тут городом надо заниматься. Хотелось бы узнать. В городе нужен хозяин, который просто не будет заниматься никакой политикой и не будет использовать эту должность для какой-то политической карьеры. Надо, чтобы пришел человек и занимался каждый день проблемами города. То есть референдум это не политический проект, это получается проект общенациональный. Это должны понять все партии, абсолютно. Они что выиграют от того, что не состоится референдум? Будут еще утопать в грязи и в болоте, простите меня, еще два года? Понимаю. Ну вот как вы думаете, надежды, которые связаны с этим референдумом и у самих организаторов, и у кишиневцев, насколько они осуществимы? Удастся ли добиться конечной цели? Я думаю, что нам удастся. И эта надежда и есть. Просто в меня такую надежду вселяют простые граждане, с которыми идешь по улице. Ну вот даже, я же тоже хожу и на рынок, и в магазины, и куда хотите. Правда, не всегда удается, если есть какое-то выходное и свободное время. И люди останавливают на улице, в магазине, спрашивают, просто подходят. Какие вопросы задают? Когда уберете этого примара из власти? Когда уже он, наконец, будет примар, который будет заниматься городом и всеми проблемами? Проблемы рынковые, проблемы этих людей, которые продают на обочине, у них нет других источников к существу. Что так тяжело оборудовать им место где-то на рынке, чтобы они продавали? И на прием приходят граждане, об этом говорят. А настрой, если говорить о партии социалистов, конечно, настрой боевой. И люди вот даже сегодня на штабе говорили, да, все готовы, подключились, все работают, и есть отчетность соответствующая. Да не это главное, потому что это технические моменты. Самое главное, вот есть такой настрой, что референдум будет иметь место, он состоится, и люди уже с надеждой думают, когда выборы. Ну, для этого я сказала, давайте мы пройдем первый этап, проведем этот референдум, и я думаю, что люди выйдут, потому что людям просто надоело то, что творится в городе. Не от того, что этого хотят социалисты, люди понимают уже. Потому что даже те, которые за него голосовали и говорили, я же помню, было такое время, доставьте вы этого парня, пусть работает, оставьте, не мешайте ему, пусть работает. До чего он доработался? До того, что довел при Марии до полного мешка долгов? Кто будет это отдавать? Это же кишиневцы будут отдавать, это не обязанность государственного бюджета. Зелина Петровна, ну вот под занавес такой вот вопрос. Как вы думаете, почему партии право толк, которые вот так массово стали отказываться от поддержки этого референдума? Ведь понятно, что в принципе это действительно не политический проект, это общегражданский проект. Но тем не менее. Я думаю, что эти партии просто политически недальновидны. Они же могут использовать эту трибуну для того, чтобы пообщаться с избирателем, для того, чтобы где-то сказать, что они будут лучше и они могут предъявить хорошего кандидата на следующих выборах мэра. Они приняли для себя просто политическое. Вот мол, это социалисты, пусть уже этот будет, пусть нас зароет полностью в болото, но зато мы не пойдем с социалистом. Да не нужно это только с социалистом, когда мы уже наконец поймем, что никто не наведет порядок у нас в доме, кроме нас самих. Вот политически правые партии, если так рассуждать, или у них нет политического видения, просто недальновидные, или просто эти партии им руководит соседнее государство или кто-то вообще извне. И как им диктуют, так они и делают. Они просто не самостоятельно, потому что каждый шаг координировать с кем-то извне, это внешнее управление и страной. Мне показалось, что отказ от участия в референдуме, это как бы, знаете, признание в соучастии тех преступлений, которые совершили либеральные власти города по отношению кишиня овца. А самые прямые, они же все были, все эти партии в одной коалиции, да, под каким-то другим названием. Немножко раздвоились или не знаю что. Но это же все, которые все это время находились у власти. Все, которые вместе сообщают, делали все, что делали, чтобы разрушить республику Молдову и украсть как можно больше собственный карман. Зина Петровна, огромное спасибо за разговор. Мы будем всегда рады вас ждать в нашей студии, с удовольствием обеседовать на темы самого разного порядка. Но, конечно же, в общем-то, наших зрителей всегда интересует, что сегодня на политическом небосклоне, к чему нас ведут политики, что ждать и на что надеяться в будущем. Люди, я думаю, что наши телезрители, которые вот сегодня смотрели нас, я думаю, что они прекрасно уже понимают, как различить, кто просто дает пустые обещания и ничего не выполняет. И кто может реально говорить реальные вещи, потому что мы же ничего не обещаем такого. Мы просто хотим навести порядок у нас в стране. Мы ничего заоблачного не обещаем. Поэтому я желаю нашим людям мудрости, нашим всем, которые... И, конечно, призываю всех, чтобы они приняли правильное решение, в том числе и на этом референдуме. Референдум нужен столице, каждому человеку в отдельности. Спасибо огромное и вам. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях была председатель партии социалистов Республики Молдова Зенида Петровна Гречаной. Оставайтесь с нами, будет интересно. Мы работаем для вас. Продолжение следует...